Всем приятной жизни! Это Шашлык и мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Ну и пришло время сыграть в Гвинт. Будь по-твоему. Вообще, почему нет? Отлично! Сейчас объясню тебе правила. Так, ну что ж, добро пожаловать в Гвинт. Гвинт — древняя краснолюдская игра, которая представляет битву двух армий. Игроки-полководцы, а карты — их войска. Вы делаете первый ход. Так, надо разобраться сейчас. Для начала возьмите из колоды 10 карт. С ними вам предстоит играть всю партию. Значит, кого в обязательном порядке берем? А, тут не получится. Кстати, вот этот вот хил, это, по-моему... А ну-ка. Да, вот плюс один в отряде возьмем. Также я, наверное... А, вот у меня внизу этот самый. Это значок вашего отряда. Значок показывает, в каком ряду на поле битвы можно разместить карту. Рукопашный, дальнобойный, осадный. Так, понятно. Это все понятно. Так. Значит, давайте подумаем. Баллиста у меня, в принципе, всего одна есть. Лучников много, поэтому мне надо взять баллисту. У некоторых карт отрядов есть специальные умения. Так, у Квензаса, осадного мастера, есть умения под названием «Прилив сил», дающие плюс один к мощи всех отрядов в его ряду. Ага, понятно. В число специальных карт входят погодные карты. Они снижают мощь всех карт определенного типа на поле битвы, включая ваши собственные. Снижает силу всех рукопашных отрядов до одного. Ливень осадный снижает до одного, да? И, по-моему, есть туман или что-то такое, а он снижает у лучников. Вот. Так, ну мороз нам не нужен. Что у нас с ближним боем? С ближним боем у нас вроде все плохо, поэтому я вот эту возьму. Ой, так это я их обменял! Фак! Я думал, я их добираю! Твою налево! Поле битвы. Здесь находится поле битвы. Это ваша сторона. Пробел к игре. Это сторона вашего противника. Во время хода игрок может выложить на поле битвы одну карту или спасать. Лидеры. В каждой колоде есть лидер. Он обладает специальным умением, которое можно использовать в бою только один раз. Активировать специальное умение можно в любой момент, нажав X. Так, нажмите Enter, чтобы выбрать карту из руки. Нажмите Enter, чтобы выложить ее на Store. Блин, я думал, я их беру, а я, короче, повыкидывал, да? Так, ну ладно, у нас есть морозилка, у нас есть ливень. Давайте, у нас все-таки много лучников, поэтому начнем сразу с лучников. Число слева показывает общую мощь ваших отрядов, число справа показывает мощь данного отряда. Оба эти числа изменяются, когда вы выкладываете карту на поле. В конце раунда игрок с самой большой суммарной мощью побеждает. Так, ну это я помню. Во время своего хода вы можете спасать, зажав пробел. Спасовав, вы больше не сможете выложить в этом раунде ни одной карты. Ваш противник сможет выкладывать карты до тех пор, пока тоже не решит спасовать. По сути, если вы совершенно уверены, что победите с теми отрядами, которые вы уже ввели в игру. Или чтобы сдаться и приберечь карты для следующего раунда. Конец раунда. Раунд заканчивается, когда оба игрока спасали, после чего игроки сравнивают общую мощь своих отрядов, чтобы определить победителя. Все карты с поля битвы отправляются в отбой, а общая мощь обоих игроков становится равной нулю. Так, ну хорошо. Так, он выставил этот самый. А он, кстати, кем играет? Это что за фракция? Это, по-моему, этот... Нильгард, вот написано. А я играю королевством из севера. Так, ну он тоже 5 поставил. Давайте пока поставим лучника. Или я даже не знаю, у кого. Но у нас есть, в принципе, ливень против этих штук. Поэтому давайте я вот еще одну лучницу поставлю, чтобы себе десяточку захоботить. Посмотрим, что он будет делать. Ага, он тоже лучника ставит. У него 9. Пока мы ведем. Так, ну вот теперь вопрос. Давайте, наверное, ближний бой выставим, чтобы у нас было 15. Он выставляет ближний бой. У него 4. Так, а что делает, напомните, мой предводитель? Возьмите из вашей колоды мглу и сыграйте эту карту немедленно. Так, а мгла, она как раз-таки гасит лучников. Она моих загасит. Не, не вариант. Ладно, давайте лукарей поставим еще. Двадцатка. Три мортиниорк. Так, ну осады у меня нету. Ладно, давайте выкинем вот этого вот, чисто чтобы как бы это... Так, противник спасовал, но мне тоже ходить особого смысла нет, поэтому я сейчас буду пасовать. Я тоже пасую. Игра заканчивается, когда один из игроков решится... Так, я выиграл раунд. Проблема в том, что у меня карт не осталось. А, из-за умения Франс Север берет дополнительную карту. Так, это хорошо. Мы начинаем, да? Ну давайте начнем с лучника. Так, ну пока мы тащим, давайте пока вместо поставим вот этого. Блин, я, конечно, запейлил с это... Фак, вот он выставляет, зараза, лучников. В чем беда? Ладно, пока поставим так. У него четыре карты осталось. Непонятно, какие там. Блин, я не знаю, ну давайте накинем Мороз, потому что, как бы, у нас от него хуже не будет, а ему против Мороза надо будет что-то как-то делать. Слушайте, а ведь если пошла такая пьянка... Ведь я же могу Мглу сыграть, правильно, да? Мгла, она, по-моему, как раз-таки этот самый. Она как раз-таки гасит вот этих. Видите, у них по единичке стало. Блин, ну давайте мы еще один Мороз сыграем. Вот, чисто чтобы посмотреть, что у него за последняя карта. Да, мы, ребят, кое-как победили. Но у нас осталась одна эта самая. Естественно, я ее играть не буду. У него уже карт не осталось, поэтому мы спасали. Ход противника у него, естественно, ничего нет. Мы выиграли второй раунд. Но я, конечно, вначале затупил, когда скинул эти карты. Я думал, я их добираю. Я их как раз-таки скинул, самые нужные. Нет ничего страшного в том, чтобы спасать и отдать раунд противнику. Иногда лучше приберечь карты на потом. В каждой колоде свои герои. Герои эти ценные карты, не подверженные влиянию эффектов и специальных карт. Этомушные карты могут изменить ход сражения. Вот, так, здорово. Поиск карт. Вы можете получить более сильные карты, купив их или выполнив некоторые задания. Не, гвинт это вообще мастхевная тема. Это, блин, она мне очень нравится. Я, поэтому, буду заморачиваться с гвинтом, сразу говорю. Вот, поэтому, ребятки... Так-так. Ты оказывается дока в этой игре. Если доведется побывать в Ксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штеппена. Он вроде простой кабачек, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Так, это нам денег-то, да? Нет, я с ним еще могу сыграть? Так, Золтан, хивай. Золтана мы взяли. А ну-ка, ты вернулся? Так как? Сыграем партейку? Да, можем сыграть, конечно. Сыграем в эту твою игру. А что, я ставку не могу? А что Золтан делает? Золтан не исключение. Ля, прикольно. Так, давайте возьмем. А выкину я, знаете, че? Выкину я. Был у меня здесь боец, по-моему, вот этот вот стрёмненький. Вот я его выкину. И нормально. А где тут ставки делать-то? Я что-то не пойму, где делается ставка. Ну ладно, начать игру. Сколько денег я поставил? Больше карт он не даст вроде. Выберите карту, которую надо обменять. Ля, у меня вот эти вот три штуки. Внутри, да? Золтан, ближний бой у меня. И эта штучка. А, медик может быть. Медик из отбоя. Вот из отбоя те, которые играются, это, конечно, крутые. Так, давайте скинем мороз. Так, этого мы оставим пока мест. Кого бы ещё выкинуть? Ну, лучников не вариант. Ладно, давайте одного вот этого выкинем. Вот, нам пришёл лучник. Здорово. Ход противника. Хорошо. Так, два этих. Ну, золтана мы. А золтан, кстати, он герой или нет? Как понять, на него будет мороз действовать или нет? Так, ладно, давайте начнём пока с лучников. Он мглу навесил, но это хорошо. Так, а ну-ка. Чё касается шпиона. Выложите на поле вашего противника и возьмите две карты из колоды. Давайте шпиона сразу сыграем. Возьмём две карты таким образом. Это всегда круче. Так, а у меня есть морозилочка, что очень круто. Так, то есть я предпочту, наверное, тогда сейчас сыграть вот так вот. Баллисту выставить. Противник спасовал. Мы можем либо потратить мороз сейчас и его морозом убить, либо нам надо всего два очка выставить, да? А, нет, три очка нам надо выставить. Мы можем вот эту выставить и его уже победить. Так, ладно, хорошо. Давайте вот так вот сделаем и мы побеждаем. Отлично. У него семь карт, у меня восемь. Всё круто. Мы добираем девятую. Ну, вообще, просто эпик мощь. Эпик мощь. Так, ну тут, я думаю, выставляться можно уже спокойно с баллист. Он тоже баллисту ставит. Синтия. Кстати, я могу вот эту вот карту из отбоя тоже взять. Тоже прикольная тема. Я даже не знаю, но у меня, по-моему, линия с лучниками пустая, поэтому я беру вот эту вот штуку. Ого, двадцать восемь. Всё тут изи. Изи разнос. О, давайте проверим сейчас вот этого чувака Золтона. Работает ли на него скидывание мороза. Мы сейчас кастанём мороз. Вот. И мне просто интересно. Вот у него так пять-пять. Ну, атака, да? Вот, кастуем. Не, по-единички. Значит, он не герой, он просто рядовая карта. Понятно. Окейшки. Так, давайте усиливать нереально этот, наши баллистики. Ну, он мороз сыграл. Ну, тут, в принципе, всё понятно. Мы, в принципе, я всё понял. А ну-ка, интересно, вот они друг друга усиливают? Да, они друг друга усиливают, кстати. Ход противника. Противник спасовал. Ну, и у нас, естественно, выигрыш. Всё понятно. Зажимаем пробел. Мы выиграли раунд, и мы выиграли игру. Шпионы пишут чит. Ну, не знаю. Раз они есть в игре, то что бы ими не пользоваться. Так, а мне не дал он этот, вот у меня 115 крон. Я не могу ставку сделать, я не могу так денежку зафармить. Походу, нет. Походу, не могу. О, кстати, вот эти вот сундуки, это ж мой тайник, да? Тайник. В тайнике можно хранить предметы, не опасаясь воров или случайной пропалины. Спрятанные вещи доступны из самых разных мест, разбросанных по всему миру. Положив предметы в один тайник, вы всегда сможете достать его из другого. Тайники всегда видны на карте, они отмечены вот таким вот значком. То есть, вот на самом деле, вот эти вот сундуки, их, по-моему, раньше не было, когда я играл в Ведьмака. Сейчас их добавили. То есть, мы можем в него всегда складывать всякие оружия, там, коллекции, всяких медведей, там, и это. Вот, которые мы будем собирать, находить коллекционную броню и, как бы, складывать. Вот. Так. Ладно. Ты чего за чувак? Давай с тобой с удовольствием. Как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Нет, бухать я не буду. Я не пью с незнакомцами. Да ладно. Я понимаю, место это занюханное. Но рюмочку для аппетита ты бы мог пропустить. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Я не ферр из Венгерберга. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Так. Новый предмет. Что-то там какой-то. Откуда ты знаешь Йеннифер? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой окази прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикина. Где Йеннифер? Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви. Не твое дело. Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в виде, а ты будешь поблизости. Может быть, когда-нибудь, возможно. Так, а с этой чувихой, интересно, в гвинт можно сыграть? Нет, с ней нельзя сыграть в гвинт, да? Ну ладно. С гвинтом пока мест все. Так, ну пойдемте теперь дальше. О, чубзики стоят. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Блин, ну я даже не знаю, что бы им сказать. Что-то они какие-то борзые. С другой стороны, есть ли мне резон с ними драться? Ну, понторезы и понторезы. Что с них взять? Убивать-то че людей? Просто так тоже не очень хочется. Смекается, если я отвечу вот это, они начнут понтоваться дальше, и я их просто перебью. Я вот точно не помню, что я отвечал, когда играл первый раз. Блин, ну вот этой штукой я не собираюсь пользоваться. Давайте просто скажем, что я ненадолго, хрен с ним. Я здесь ненадолго. Может и так. А может навсегда останешься. На, две лопаты под землей. Че, все-таки драться будем, да? А, ну здесь такая... Приятно было познакомиться. Здесь такая битва. Руками, а не мечами. То есть они выжили. Хорошо, ладно. Тогда фиг с ним. Сохранение игры. Игра сохраняется автоматически, когда вы достигаете определенного этапа в развитии сюжета. Однако не забывайте сохранять игру самостоятельно. Мир ведьмака кишит хищниками, кровоженными чудищами, разбойниками и полон иных бесчисленных опасностей. Так, ну это понятно. Слышал, что я в робоженах со своим мужиком вытворял. Да я не знаю. Неприятности. Барку моя рассказывала. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. То так ура случился у околицы. Но он накипивался, то все... Так, ладненько. Че вообще у меня в журнале квестов? Вот мне интересуют меня дополнительные задания. Собрать коллекцию этих карт. Множество мест. А как у меня здесь карта выглядит? А, карта у меня пока как бы вот так выглядит, да? Мост Плакальницы. Но она небольшая. Сожженная деревня. Это я сюда могу переправить через реку. Мы тут проходили. Так, давайте, наверное, на доску объявлений сходим, посмотрим. А, ведьмак был ни при чем. Гестеран, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гестеран. Да как же ты, урод? Так, доска объявлений сходим. Гнездой чудовищ. Так, ну ладно, доски объявлений, это все понятно. Так, берем все письма, которые тут висят. Интересные места. Непролазные леса и туманные болота скрывают много тайн. Всякий раз, когда вы будете просматривать доску объявлений, на миникарте будут появляться значки вопроса. Они отмечают места, которые могут быть вам интересны. Ага, понятно. Заказ. Лихо у колодца. Кто тебя кромелчил? Ну? Так, в Ведьмаке обычно пропавший без вести и Лихо у колодца. Рекомендуемый уровень 2. Так, ну у меня хоть и уровень не первый, но я думаю, в принципе, нормальная тема. А мне надо с Адаваном поговорить. А тут еще Вилли есть. Давайте с Вилли поговорим. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладным не стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потренскивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все, я потерял. Все. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да, всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Липаю пугнутые панцири, подковы ставлю. Все такое. Ни львгарцы не платят, ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота. Вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу поискать поджигателя. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я дам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. Ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи! Такс, ладненько, ребятки. Я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.